Спасибо большое. Здоровье поговорили. Пришло время затронуть культурную жизнь. Тем более в Краснодаре она кипит. И как раз меньше месяца остается до выхода второй премьеры 104 сезона в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького. Премьера, спасите Леньку по пьесе Малики и Крамовой. Скоро мы увидим на сцене академического театра драмы. Сегодня у нас в студии люди, которые как раз эту всю работу делают. Доброе утро. Доброе утро. В гостях у нас Елизавета Фоменко, режиссер-постановщик. И Юлия Романцова, заслуженная артистка Кубани. Вопросов много. Понятно, что сложно говорить о спектакле, его нужно смотреть и потом анализировать. Тем не менее, немножечко хотелось бы вот эту вот завесу тайны приоткрыть. Какую затравочку для зрителей, для нас. Мы немножко, я так понял, что это работа времени блокадного Ленинграда. Если я правильно понял, немножко расскажите подробнее, что именно там происходит вообще по сюжету. А вообще, это история про мальчика, которому 9 лет, и который оказался в блокадном Ленинграде. Но самое интересное, что он просто отказывается милиться с этой реальностью, и он придумывает себе Африку. И Африка зависит от него самого. И все люди в блокадном Ленинграде благодаря этой Африке объединяются. И что вот происходит, это мы узнаем уже на спектакле. Хорошо. Юлия, расскажите, кого играете вы, про вашего персонажа, пару слов. Знаете, форма спектакля не совсем обычная, это же современная пьеса. Так. Очень современная. И там два плана действия. Это Африка, где разговаривают животные. И это блокадный Ленинград, где исторические персонажи, ну почти исторические, полуисторические. Поэтому у меня, как и у всех остальных актеров, две роли. Ух ты. В одном плане я играю жирафа, а в другом плане я играю маму Оли, Татьяну Игоревну, которая работает в институте растеневодства. Здорово. То есть я могу предположить, что это то один мир у нас как бы проявляется на сцене, то другой. Это спектакль, если я правильно помню, 12+, он насколько вообще подходит все-таки для детей? Или там более взрослые темы в целом затрагиваются? Ну вообще он подходит для подростков. Здесь просто идея о том, что такое вообще кризис у подростков, как из этого выходить, что такое вообще история, что такое сегодняшний день. Поэтому, наверное, целевая аудитория это именно подростки и родители подростков. То есть в принципе можно приходить как к семье, так и, не знаю, учителям, вывести свой класс в какую-нибудь средне-старшую школу и посмотреть. Ну да. Я так вижу, что вы очень молодая девушка, молодой режиссер. Насколько привычно, легко работать уже в состоявшейся трупе в Большом театре Краснодарском? Дело в том, что я уже знакома несколько лет с труппой, потому что я работаю ассистентом режиссера в театре. Да. И поэтому нет проблем, потому что и трупы очень сильные, и актеры очень интересные. Поэтому это очень такой интересный опыт каких-то таких... Только благодарность актерам за сотворчество. Кстати, еще вопрос по поводу материала. Вот от вас было бы интересно услышать, потому что я этого автора, вот Малика Икрамова, да, я ее... Это российский автор вообще? Да. Это российский автор. Почему он такой материал, знакомы ли вы с ним, и вообще, насколько тяжело или легко давалась работа вот именно с этой темой и с этим автором? Особенно, когда две роли. Да. Разных. Ну, сейчас очень много современных пьес, и отечественных, и зарубежных. Вот конкретно с этой я познакомилась благодаря Лизе, она мне отправила ее, предложила такое сотворчество пьеса изначально. Ну, я не скажу, что я сразу была прямо от нее в восторге, честно говоря, просто потому что это очень тяжелая тема. И для меня в том числе. Просто когда я стала читать про этот блокадный Ленинград, и всплывали вот эти все ассоциации, это, конечно, очень тяжело. То есть эмоции сложно очень сильно. Конечно, конечно, и это очень сложно, и я все время, у меня сыну старшему, 12 лет как раз сейчас, и я постоянно проецирую нашу работу на него, как он это будет воспринимать. То есть через него, так скажем, это все проверяю, даже иногда разговариваю с ним дома об этом. Лизе все время отсылки делаю, что а вот мой сын сказал вот так, а давайте вот что-то посмотрим, пересмотрим, подумаем, как будет лучше, как будет понятнее нашим современным подросткам. Подать такую тяжелую тему, как блокадный Ленинград, потому что там совершенно все другое было. И люди другие, и время другое, и ценности может быть в каком-то, ну, в каком-то ракурсе другие. Ну вот потому как вы это говорите, видно, что нас ждет очень интересная, яркая работа. Спасибо большое. Меньше месяца остается до премьеры, обязательно приходите смотреть. А пока смотрим наших юных коллег. Это «Шустрое утро». Спасибо. Спасибо.